Запах домашнего печенья в доме создает теплый уют, порадуйте родных вкусной выпечкой. Хочу поделиться рецептом, как приготовить домашнее рассыпчатое печенье, такое нежное, что просто тает во рту. Такое печенье не черствеет и долго хранится, огромное удовольствие принесет вашим детям вырезание печенья формочками. В общем, очень советую хотя бы раз его приготовить, скорее всего, родные будут ждать его снова и снова. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. 1. Сливочное масло должно быть очень мягким, взбейте его миксером до воздушной, нежной структуры. 2. В подсолнечное масло добавьте ванили, вылейте его к сливочному, венчиком соедините оба масла, затем взбейте. 3. Отправьте к маслу сахарную пудру, вмешайте ее венчиком. 4. Добавьте крахмал, перемешайте тесто, пока оно не станет похожим на крем. Подписывайтесь и ставьте лайки. 5. Небольшими частями добавляйте муку, вымешивайте ее лопаткой, когда тесто станет липким, переложивайте его на стол, присыпав последней мукой, начните вымешивать руками, по чуть-чуть вводя муку, тесто должно начать держать форму, но быть рассыпчатым. 6. Скатайте колбаску, нарежьте ее ножом на равные кусочки, будущее печенье, или сделайте из теста блинчик высотой 1,5 см и выдавите из него печенье, переложивайте на противень. 7. Выпекайте печень полчаса в духовке, разогретой до 150-160 градусов. 8. Когда готовое печенье остынет, присыпьте его сахарной пудрой. 8. Жду ваших лайков и комментариев. Вот что нам понадобится. Масло сливочное, 250 грамм, масло подсолнечное, 40 грамм, сахарная пудра, 80 грамм, мука, 3 стакана, картофельный крахмал, 4 столовые ложки, ваниль, 1 щепотка. 9. Количество порций, 5-7. Не пропустите самые вкусные, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Попробуйте и приходите рассказать о впечатлениях. Пока-пока.